Шаба Шалум! Шаба Шалум! Шаба Шалум! С Муницкой еврейской мессианской общины, которая будет нам сегодня служить. Просим любить, жаловать. Шаба Шалум! Мешпаха! Сегодня я хочу с вами поделиться словом, которое есть для нас драгоценным. Просто давайте мы сделаем простую вещь. Поприветствуйте из-за себя сидящего, просто поприветствуйте, скажите, я рад тебя сегодня видеть. Поприветствуйте. Просто, знаете, когда мы приветствуем друг друга, мы видим радость. Скажите, да? Аминь. И хочу передать вам привет из города Хмельницкого, из общины. Просто говорит, рэбэ, ты там будешь в Одессе, замовь ей словечко за нас. Я говорю, какое? Привет передай. Я говорю, давайте. Ну, они тебя нагрузили, и я передаю вам привет. Привет. И мы благодарим, что вы молите за нас, и мы молимся за нашу материнскую общину, и мы хотим выразить свою действительно благодарность вам. И при этом всем, как бы, имея побуждение, сегодня, как бы, спрашиваю вас о таких простых вещах. Я, когда, когда я слышу вещи, когда мне говорят, пасторь, человек нуждается в помощи, надо ему подать ему руку. Слышишь такое выражение, да? Или такое выражение, как мы говорим, ну вот, человек, вот, все было с ним, все хорошо, все нормально, а он взял и опустил свои руки. Слышишь такое? А потом мы говорим, надо ему поднять, поддержать эти руки. Давайте мы возьмемся и будем поддерживать эти руки. Я думаю, странно, где-то я эти вещи или эти слова я где-то уже наблюдал в Писании. Просто так ничего не происходит. Заметили? Даже то, что мы говорим, оно не происходит спонтанно, оно не происходит откуда-то выдуманно и взято. И когда эти вещи я наблюдаю в Писании, и когда мы открываем Слово Божье, у всех есть у вас Слово Божье. Давайте мы возьмем Библию, которую я имею, можете достать свою электронную Библию. Давайте попросим Божьего богосовения. Потому что то, что мы имеем, мы имеем драгоценность, которым мы питаемся. Это источник жизни, который мы читаем. Аминь. Боже, я благодарю Тебя, Господь, за драгоценное Слово. Поднимите его для себя, для утверждения. Боже, я благодарю Тебя за ценное Слово, которое я имею, которое я вникаю, я вникаю в себя и в учение, Господи. Я благодарю Тебя, Господь, что это источник жизни, источник Твой, которым я питаюсь. Во имя Ишо Машеиха. Аминь. И я размышляю и думаю на том, почему и когда это Слово произошло. О руках. Я всегда думал, насколько важно сегодня в служении руки. Мы говорим, ну, важное Слово, да и аминь. Мы произглашаем и происходит. Но есть моменты, когда мы даже не обращаемся на наши руки. Господь очень ценно относится к этому. Очень ценно. И Он понимает, что то, что Он вкладывает, Он вкладывает отношения меня перед Ним. То, что Он делает, говоря Моисею, мне очень затронуло. Это тот момент, когда в исходе 17 глава, когда народ начинает роптать на Моисея. Помним? Он начинает говорить, ну, мы вышли, а зачем нам было выходить? Мы вышли, но нам нечего пить. Моисей, нам нужна вода. И Моисей уходит на эти в сторону и начинает молиться к Господу и говоря, Боже, народ настолько восстал на меня, они готовы побить меня камнем. И они просят воды. И Бог подготавливает Моисея, говоря, послушай, что я хочу тебе сказать. Возьми свой посох и выйди к этой скале и прикоснись. Помню этот момент, да? А я буду стоять возле тебя. И все, что происходит, Моисей делает то, что Бог говорит. И источник воды, он приходит, и народ начинает пить. Он все сделал. И народ стал довольным, он стал радостным. Все, я напился воды и все. Но Бог видит заранее, что должно еще произойти. И мы сегодня говорим об источнике жизни. Кто является источником жизни у нас сегодня? И шо? Он говорит, приходите ко мне. К какому источнику? Источнику жизни. И говорит, и потекут откуда? Из чрева моего, да? Источник жизни. И приходите и пейте. И не будете что делать? Жаждать. У Бога нет ничего, знаете, такого какого-то хаотического. У него все есть свое место, своя цель. И он еще является нашим основанием. И кто? И шо говорит он? Я есть кто? Камень, да? Я есть камень, который отвергают. И говорит, я есть камень. И мы стоим. На чем мы стоим? На твердом основании является кто? И шо? Я когда думал, что я стою на камне, и этот камень сам мой, Господь Иешуа, я думаю, Боже, насколько я имею отношение, насколько я могу стоять. Но Бог мне дает, знаете, Иешуа дает мне, знаете, укрепление. Говорит, я призвал тебя, я вывел тебя, чтобы стать твоим основанием. Я имею с тобой отношение. Я говорю, Боже, слава Господу. И он говорит, испей из моего источника. И вы знаете, что самая чистая вода, когда она проходит через камень. Чище воды нету. Оказывается, самый лучший фильтр. И Бог говорит, я есть источник жизни. И Моисей, он прислушивается к Богу. Но при этом всем Господь подготавливает Моисея к следующему шагу. Он подготавливает его почему? Потому что делает амалеки, когда он говорит, амалекитяне, они вышли воевать с кем? С Израилем. С народом Божиим. И мы знаем, что амалек это был народ, знаете, такой, он жестокий. Это народ, который поклонялся идолам. Это народ, который постоянно он грабил, он воевал. И он считал себя, знаете, самым большим, знаете, как царьком считал себя. Говорит, все, мы самые сильные, мы завоюем, мы всех будем иметь в рабстве. И все это они настолько были уверены, что для них тот народ Израиля, который они видели перед собой, что можно прийти и их ограбить. Почему? Потому что они знали, что они имеют все состояние, которое они вынесли откуда? Из Египта. И для них было очень просто и хорошо, знаете, прийти и завоевать. И Бог обращается к Моисею. Он говорит, приведи к себе и скажи Иисусу Навину. Пускай он отберет мужей сильных и примут амалеков на сражение. А ты пойди куда? Встань на гору. Возьми с собой посок, который ты имеешь, и подними что? Руки свои. И при этом все. Моисей берет с собой Аарона и Ора. Спрашивается, для чего нужно было брать их? Для чего нужно было брать? У Бога настолько все было приготовлено и настолько все было понятно, что должно происходить. И когда Моисей, поднимая руки и Иисус Навин и тот отряд, который был с ним, он начинает их что? Атаковать. Но враг перед тем, как это все произошло, он не пришел спереду. Он не пришел там, где стояли самые сильные. Он обошел сзади там, где и шли слабые люди. Он обошел и начал их захвачивать. Но Бог увидел этот момент, зная наперед, что должно произойти. И для меня было удивлением и пониманием, что когда Бог действует, Он действует в силе. И я начал смотреть на имя Аарона. И написано, что это имя, великое имя просто. Или человек, который видит путь. И Ор, простое перевод слово имени его, свет. Я думал, что-то здесь есть особое. Что-то здесь есть значительное. И для меня было понятно то, что, когда читая в этом всем, я начал смотреть, был Моисей, был Аарон и был Ор. А в Новом Завете мы читаем, что Слово Божие нас ободряет и говорит, там, где вас двое или трое, и я среди кого? И Бог был с Своими избранными. И когда у Моисея опускались руки, враг что делал? Он одолевал. Спрашивается, что такого было особого в этом всем? Почему должен был Моисей держать эти руки? Почему эти руки были важны для Господа и тот Жезл? Почему, когда они опускались, Ор и Аарон начинали поддерживать эти руки? И при этом всем у него слабили ноги, и они взяли камень. И он сел на камень. Вы видите какую-то связку в этом всем? Камень, который мы говорим о Мошеихе. Мы говорим о поддержке. Мы говорим о том, что Господь действует по Своему Слову. Он действует, когда мы слышим Его. Когда мы слышим то, что Он говорит, и мы исполняем. Ничего Моисей не сделал то, что не сказал Бог. Он услышал Господа, и Он делает. Он делает, потому что, зная, что Господь будет делать то, что важно сегодня для народа. Насколько нам сегодня важно то, что делает Бог? Важно или не важно нам? Важно. И мы, когда мы говорим, слушай, там проблема у человека. А там это вот, он говорит, слушай, пойди помоги Ему. Пойди помоги Ему. Пойди что-то сделай. И мы иногда хотим сделать, или иногда мы говорим, мы сделаем. Можно это другое сделать? Можно это другое сделать? Это то, что в момент я увидел, когда в Новом Завете, в Бритхадаша мы читаем, когда был шторм. Знаете, ученики были в лодке, и Иисуса не было с ним. И когда был шторм, они начали, знаете, кричать, Господи, где ты с нами, где ты? И когда они увидели идущего Машеиха, идущего Ешуа, они удивились, они устрашились. Они не знают, что делать. И Петр говорит, можно я приду к тебе? Он говорит, давай иди сюда. И мы видим этот момент, когда он идет по воде, он настолько, знаете, в захватывающем моменте, он поверил. Он поверил, что то, что он делает, он делает даже не думая об этом, потому что есть Слово Божие, которое направляет его. И когда он подошел, когда он смотрел, и он начал что в этот момент, где-то начал сомневаться. Он начал подумать, наверное, я же стою где? На воде. И он начал погружаться. Вы можете представить такой момент, да, Иисус смотрит и так вот смотрит, насколько ты будешь погружаться? Он бы стоял, наверное, смотрел бы, смотрел бы до конца, пока не погрузился. Может быть такое или не может быть? Нет, мы говорим, нет, вот Ешуа бы так не сделал бы. Вот он точно не сделал. Почему? Я же прочитал. Я прочитал очень интересный момент, когда это он взял и протянул что? Почему он не мог сказать так спокойно, на тебя руки взять назад и сказать, Петр? Он бы сказал, а, та, ну шо? Ну подоймись вверх опять. Разве он не подвластно все, либо Ешуа? Да. Но он физически подает руку. Он физически подает руку, и он вытягивает на него, и все успокаивается. Как часто мы протягиваем свою руку? Как часто мы это делаем? Или вообще мы делаем это в этой жизни? То, что делал Моисей, он был послушен Господу. И когда они поддерживали, доколе не зашло солнце, доколе не зашло солнце, они поддерживали руки. Они поддерживали. Как иногда важно в служении иметь поддержку. Мы говорим, все нормально. Если у нас лидеры машней группы, пускай он все делает. Он же все знает, как делать. Есть пастырь, давайте ему... О, какие откровения он имеет. О, он святой человек, у него такой нимб сзади, такой сияющий. Он сильный. Слушайте, мы люди. Я человек. Я имею плод. Вот это мои пальцы. Я смотрю на них. Это моя голова. Это все мое. Я иногда задаю вопрос саму себе. Как ты все чувствуешь? Я говорю, все хорошо. Все нормально. Все нормально. А что-то я себя плохо чувствую. Нет, я могу все увидеть. Я все укрепляю в себя. Халилуя. Слава Господу. Да, слава Богу. Послушайте, были моменты, когда, знаете, я действительно плохо себя чувствовал. Но я не мог оставаться дома. Для меня остаться дома, это, знаете, это сказать ему себе, сказать своему телу, сказать своей болячке. Все хорошо. Тебе надо полежать. Тебе надо, знаете, немножко похвори ты. Провать что-то в крыльском умеет. Бывает, проскакивает. Я буду говорить стараться на русском. И я, знаете, лелею себя. Боже, ну, если ты можешь, помоги мне, пожалуйста. Я убиваю таблетки, у меня давление все нормализовалось. Ой, нет. Я слышу, как Дух Божий говорит, слушай, встань. Встань из своей постели. Встань и иди на служение. Не, ну, 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 Господи. Ну, там же есть кому провести служение. Там братья наши, там вся такая община, такое мух. Я потом спрошу, как прошло. Встань и иди на служение. Я иду на служение, знаете, ну, пытаясь, знаете, привести себя в вид. Я пытаюсь улыбаться, все. И вот, говорю, Рэба, ты как себя чувствуешь? И внутри себя есть такой ответ. Не дожжешься. Ну, такой есть ответ у меня. Ну, не дожжешься. Знаете, я говорю, ну, нормально, слава Богу. Рэба, мы за вас молились. Я говорю, о, спасибо я, ну, спасибо. И знаете, где-то внутри есть какой-то дискомфорт, лукавство. Внутри себя я жалею. Внутри себя как-то лелею. Но люблю себя я. Ну, люблю. Кто себя не любит, поднимите руку. Кто себя не любит? Писание говорит. Хочу поправить. Те, которые подняли руку. Вы никто не видели. Я видел. Чтобы возлюбить ближнего, надо возлюбить кого? Вопрос любви есть в другом. Что мы все в себе любим? Если мы в себе любим Господа, который в нас, мы любим Его, который Он поднимает нас, то это есть любовь. Но если мы любим ради того, чтобы показать, что я самый лучший, самый красивый, это самолюбовь, знаете, самовлюбчивость, которая не касается другого. Я, приходя на служение, я начинаю, знаете, как бы петь, я начинаю молиться. Я вижу как бы во время служения, что я могу прыгать, я могу радоваться, я могу танцевать. Я настолько начинаю себя, знаете, хорошо чувствовать, я даже не заметил, как я себе в час назад лелею себя, отказывался пойти на служение. Знаете, я себя, ну, хорошо уложил себе в постели. Все хорошо. Но когда я начинаю переживать Его прикосновения, я вижу, когда Он обращается в мою жизнь, я вижу, как Он действует. Он действует через свою любовь ко мне, Он действует через служение, Он действует, и я начинаю радоваться. Я хочу вместе со всеми в служении порадоваться Господу, что Он имеет силу любви в моей жизни, что Он, знаете, радуется мною. Я говорю, Боже, слава Господу, и я хочу в другом послужить. В этот момент у меня не хватает меня. Я хочу молиться за исцеление, я хочу молиться. У меня такое, у меня не хватает меня. И потом говорят, пастор, а что это было? Я говорю, что, что, где? Я говорю, ну, как-то перемены есть. И после этого, когда мы сидели с лидерами, когда мы сидели и беседовали, мы говорили об отношениях. Мы говорили о том, что если мы не поддержим друг друга, если мы не будем иметь отношения, то мы будем опускать свои руки. Когда мы опускаем свои руки, мы опускаем свое внутреннее состояние. Мы настолько его опускаем, что у нас приходит, знаете, какой-то момент в жизни, что мы не хотим ничего уже делать. Мы не видим ничего, то, что необходимо сделать. И враг начинает, враг начинает, что делать? Он начинает действовать. Он начинает действовать. Почему? Потому что он считает себя сильным, дорогие мои. Он считает себя сильным. Почему? Потому что он видит, что ты слабеешь. То, что мы читаем, когда руки Моисея опускались, враг начнет побеждать. Как вы думаете, сколько можно вот так подержать руки? Ну, сколько? Ну, час можно держать? Можно. Даже два часа можно держать. А если вам в одну руку дать посох, ну, так на килограмм, так двенадцать, вы можете продержать руку час? Она будет что делать у вас? Опускаться. Вы будете прикладывать в другую руку перекладывать, пока она отдыхает, типа. Но сколько мы бы не делали это, наши руки устанут. Нужно ли было ему поддержку? Послушайте, когда Бог определяет, Он дает для нас с вами помощника. И награда у них велика, послушайте очень внимательно. Она велика. И нам говорит Слово Божие в Новом Завете, кто поддержит кого? Пророка? Да, поможет ему. Сделать, получит награду какую? Ой, странно звучит. Он же не пророк, который помогал пророку. У пророка, знаете, какой-то титул. Он такой божественный человек. А этот, пишу, помог ему. А награду получит? Какую? Пророка. Получаем мы награды, слушайте. Когда мы говорим, что ну, я не могу что-то помочь, я не знаю, как помочь, я еще не дорос, знаете, что-то делать. Он говорит, поверьте, это ложная скромность. Это ложное состояние. Тогда мы младенцы, которые только пьем молочко и кушаем, знаете, такую кашку, и мы не можем вырасти. Мы не можем вырасти в этом. И Писание не говорит так. Она говорит, вы покушали, теперь вам нужно делать другую часть. Вы попили молочко, съели кашку, теперь вам надо что делать? Уже другую пищу есть. Можем ли мы наблюдать в Новом Завете ну, то, что говорит Писание о руках? Можем или нет? Очень много, дорогие мои. Очень много. Давайте мы с вами просто откроем первое послание Тимофея. Первое послание Тимофея, вторая глава, восьмой стих. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы кто? Мужи, воздавая руки какие? Чистые, без гнева и сомнения. Я могу спросить вас. Написано в Сое Божие, да? В Новом Завете. Воздавая чистые руки. Без гнева. Что имеет отношение руки к гневу? Мы не думали или нет? Мы порой читаем Писание, мы бегло прочитали, мы увидели основную часть в том, что я не был злой. Чтобы я не был злой. Вот это важно. А поднимая руки, ну, это такое дело, ну, слушай, ну, это не важно, как я поднял руки. В этом всем состояние сердца. Руками мы богословляем, а руками мы можем что? И проклятись, дорогие мои. Руками я говорю, Олег, можно тебя? Здравствуй. Он улыбается. Правда? Почему? Потому что я ему сказал, здравствуй. Как дела? Класс. В его состоянии, знаете, когда я беру так, как бы он ни улыбался, внутреннее состояние у него начинает меняться. Почему? Он начинает ожидать, что будет какое-то действие. Он говорит, Господу, а внутри-то у него состояние начинает как-то меняться. Когда я говорю, здравствуй, вот так радостно, классно, слушай, мне друг дает свою дружескую руку. А в этом состоянии мы не знаем, что ожидать. Что здесь было сделано? Что самое важное было? То, что исходит из сердца. И рука имеет в этом, знаете, очень большие предназначения. Спасибо. Руки. Оно имеет к нам отношение. Рукой я кушаю, рукой я пишу, а рукой я могу что-то другое делать. Важно состояние. Важно то, что, как говорится, мужья Божьи, они должны, поднимая руки перед Богом, чистые. Я помню одну фразу. Те руки никого, ничего не крабы. То, что вложено сердце, дорогие мои, если в сердце было вложено взять, то она приходит и нарушает Божьи законы, Божьи заповеди. Говорит, не укради. Я могу мысленно обокрасть по устране. Согласны или нет? Ну, я так подумал. Я говорю, вот это, вот это. Но мне нужно какое-то действие. Мне надо пойти и взять. Я не смогу взять ногами. Поймите правильно. Как я могу мысленно взять эту сумку так вот? Сумка. Она же не получится у меня. Ну, раз у кого-то там получается, знаете, там всяких там, то у меня, как Божьего человека, она вообще не приходит. Она не приходит. это состояние. И мы читаем другое местописание, да? Не будьте. Давайте прочитаем вместе с вами. Первое послание Тимофея, третья, пятая глава, 22 стих. Руки ни на кого не возлагай поспешно. Почему? Чтобы не стать, соучастниками чего? Как я могу знать? Как я могу знать, что этот человек в этот момент имеет грех? без Господа я не узнаю. Понимаете, о чем он говорит? Моисей услышал Бога. Бог подготовил. Он успокоил народ. Дал ему воды для того, чтобы идти дальше. Он дает Иисуса Навина к Моисею и говорит, что ему надо сделать. И он делает. И Бог говорит, сделай вот эту часть для того, чтобы ты увидел. И Бог становится являющей части через жизнь Моисея. Он начинает через него действовать. И он начинает действовать. И он дает помощников в его служении. без Аарона, без Ора если бы небо рядышком Амалик пришел бы и победил. Он победил бы. В служении и в нашей жизни нам иногда нужно и необходимо иметь поддержку. Необходимо иметь друзей. те, которые зная и понимая, что мы находимся в служении Господнем. Что мы вместе находимся в Господе. И что мы имеем служение и дарование Божье в нашей жизни. И каждый раз, когда я думаю о некоторых вещах, как мне сделать в этой жизни, многие бизнесмены, знаете, как думают? я сделаю вот это, вот это, я пойду и все там поеду туда, сделаю то. У них много просчетов. И они это делают, и у них это получается. Но Писание Божие к нам, как людям верующим, знаете, что говорит? Не скажи, что это сделала рука твоя. помним в Новом Завете, да? Я пойду в этот город, я пойду там сделаю одно, я пойду сделаю другое, я вот это все буду иметь, я заработаю, и Дух Божий останавливает и показывает дорогой. Ты уверен в этом? Да, я же понимаю, я все, ну, он говорит, нет, откуда ты знаешь, что тебя ожидает? Ну, я не думал? Нет, ты думал? Ты думал, все нормально, ты все расставил, ты все был уверен, ты все сделаешь так, как ты этого хочешь. Ты уверен в этом? Да. Ты точно знаешь? Да. И как часто мы, когда делаем, мы где-то в каких-то моментах начинаем видеть какой-то, знаете, крах в чем-то. Не устройство, не получилось, это не произошло, и мы начинаем искать причины, мы начинаем искать причины в работе. Это не тот инструмент, это не тот клиент, это не тот вот, я не так провел разговор, я не так составил договор, как-то начинаем искать причины в этом все. Не, 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 в следующий раз я сделаю по-другому, и каждый раз мы что-то делаем, и происходят какие-то моменты. Почему? Потому что мы четко знаем, что это я делаю. Я делаю. И мы при этом все верим Бога. Писание говорит, что говорит, не заботитесь. Есть такое слово Божие? Когда Бог сказал это народу, когда выходня из Египта, он позаботился о том, чтобы он имел одежду, имел еду. Он позаботился. Бог что-то поменял в Новом Завете, скажите. Да или нет? Не поменял. Мы верим в то, что Он нам дает кушать? Или мы верим, что мы это сделали? Да, дорогие мои, это мы сейчас тут говорим, что Бог дает. Это мы тут сейчас говорим, на этом месте, сидя в этом зале, мы настолько говорим, что это вот так, это да, мы верим, Бог дал мне одежду, Он мне дал, нет, где нет, Он мне дал мне кушать, Писание говорит, но мы утром просыпаемся, и мы встаем с паникой в голове, мне надо пойти на работу, мне надо заработать, мне надо уговорить это все, мне надо все сделать, я могу, я сделаю это, я сделаю, мне надо кушать, Боже, мне надо кушать, я сделаю это. И мы также просим богословения на пищу. Мне нравится еврейская молитва. Богословен Господь Бог дающий нам. В других местах я слышал, Господь богословит пищу, странно, почему не сказать Боже, спасибо тебе за пищу, которую ты мне дал, а не богословит пищу, которую я принес. ну да, и так же мы, знаете, думаем, чтобы нам одеться, вау, уже, знаете, уже то, что мы носили три года назад, у нас висит оно в шкафу. Ну, для ущих времен. И мне надо собирать еще немножко денег, Боже, ну, завтра же не будет, мода пройдет, а другие вообще не думают о моде. Потому что не могут. Не могут, потому что, ну, считая себя немощным. Бог не хочет, чтобы я так оделся. Он мне денег не дает. Это правда, дорогие мои. Мы так думаем. Мы говорим, я не достоин. Боже, я не достоин вообще ничего. Ну, шо я? Ну, я не завидую своему брату, который там вот ему. Ну, не завидую ему, не завидую ему. А может он мне что дать? Моисей, он четко слушал Господа. Почему четко? Почему он слушал? Потому что зная, что непослушание Богу производит ответ перед Богом. ему надо было ответить. В то время, когда народ нарушал Божье постановление, приходило наказание. Помним? Приходило наказание, и Бог наказал. И оправданий не было. Почему? Когда говорит Бог, не делай это, потому что за это есть наказание. Когда ты делаешь, приходит наказание. в Новом Завете мы говорим, Бог говорит, не делай, а мы говорим, я сделаю, а потом покаюсь. Да! И каждый раз мы себя успокаиваем, что Он нас простил. Мы каждый раз себе говорим, я больше этого делать не Боже. Боже, вот тебе чистая правда, как будто не знает Бог, о чем ты сказал. Как будто Господь не зная, что ты сделал. Как будто Бог где-то в это время поехал на конференцию. Это правда. Он знает каждый наш шаг. Он даже знает каждую нашу мысль. Да или нет? Да. так кого мы хотим опередить? От кого мы хотим спрятаться? Кого мы хотим обмануть? Прежде всего мы обманываем кого? Да, дорогие, мы обманули себя. И мы не каемся даже в этом. А зачем? Он же простил нас всех. И мы в этот момент даже не замечаем, когда мы делаем поступки, мы даже не хотим обратить внимание, что наши руки в этот момент опускаются. 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 А враг нас все больше и больше выводит из зоны Божьей. Он выводит и выталкивает нас. Знаете, он начинает выталкивать, выталкивать, чтобы мы оказались на его территории. Знаете, почему? Потому что на его территории есть его условия. Условия не услышать Бога, условия быть обманутым, условия не против прощения, условия отвергать своего ближнего, условия не помочь. И много-много можно перечислять его условия, которые приводят к нежизвечной с Богом. Она приводит к жизни вечной погибели. Что нам лучше выбрать? чтобы мы опустили руки или чтобы мы могли быть поддержаны? Чтобы мы могли подать руку? Чтобы нам могли подать руку? Мы нуждаемся в этом, дорогие, без того, чтобы там происходит. Мы читаем то, что было с Монисеем, как он себя повел перед Богом, не было бы победы. Понимаете, что я говорю с вами? Если он бы не послушал Бога, если он бы не сделал все, что Бог говорит, разве Моисей знал, сколько времени надо держать в руки? Скажите мне. Кто сказал, что он знал? Не знал. Слава Господу. Он не знал, он держал, держал, ему держали, помогали, он сидел, ему уже не важно было, насколько он устанет, ему даже было не важно, сколько он там просидит. Потому что он должен был дождаться полный результат Божия. Через его послушание, через его вхождение, все, что Бог хочет сделать, он хотел это увидеть, не свое, но Божье. Свет, который есть в имени был Ора. И мы говорим, что Ешуа Машиих есть кто для нас? А мы кто? Свет или тьма? Свет. Что делает свет? Освещает что? Тьму, которая она отходит. Бог желает через нас служить или не желает? Он желает, но он желает то, что сегодня, говорил, Валентин, когда мы вместе, когда мы вместе, когда мы смотрим друг к другу, друг к другу Божьими глазами, когда мы смотрим в отношения через призму Господа, через его отношения, как он меня любит. Кто-то думал, как нас любит Ешуа? Он меня любит. Он меня любит. он принял меня, он омыл меня, он простил меня. Заслужил я это? Нет! Не заслужил, но он призвал меня, он призвал меня. Я его искал, или он меня нашел? Он нашел меня, он призвал, говорит, войди в обители мой, войди в мой дом, войди, я буду иметь с тобой вечери, войди, мой дорогой, войди, я хочу, чтобы ты был со мною, я хочу быть твоим помощником, я хочу помочь тебе. Он не сказал, что я все решу вместо тебя, он говорит, я хочу помочь тебе, я хочу, чтобы ты имел веру, я хочу, чтобы ты имел отношение со мною, будешь слышать мое слово, ты будешь идти моим путем. и он будет подготавливать, когда придет враг, он скажет, он будет давать нам понимание, что сегодня тебе не надо это делать, потому что если ты будешь сделаешь то, что не нужно, придет поражение, придет поражение, и нам поражения сегодня в жизни хватает, мы порой устаем, наши колени сгибаются, 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 и мы говорим, я не знаю, что ты делаешь, Боже, ну скажи мне, что ты хочешь, ну хоть ты не молчи, ну скажи мне, и когда мы начинаем говорить ему, знаете, в этом безвыходном положении, мы еще больше его не слышим, мы еще больше его не слышим, почему, потому что внутренняя истерика, внутреннее состояние, оно нас выводит из Божьего богословения, мы, я вам приходит, и он выталкивает нас, он выталкивает нас, и мы не знаем, что делать, все, все, я не знаю, все, все, я молился, он не ответил, я там вот, я там вот, и столько всего нагромождается, мы начинаем перечислять все то, что нам сегодня повредило, все то, что мы ищем крайнего, мы ищем все, но только не показать перед Богом, кто я, кто я, мы даже порой не хотим попросить брата или сестра во Христе Машехе, мы не хотим даже позвонить и сказать, слушай, помоги мне, послушай, приди ко мне сейчас, давай мы вместе помолимся, давай вместе помолимся вместе, я нуждаюсь в поддержке сегодня, я нуждаюсь в поддержке, как порою это нам нужно, чтобы наши руки не опустились, чтобы, знаете, тот, который придет, он не просто придет как важный начальник, он придет тот, который будет поднимать твои руки, поднимать руки, поднимая веру в нас. Писание Божие, оно всегда, знаете, дает мне успокоение в том, что я имею источник жизни, который есть в Самошиях. И Писание говорит, как узнают о вас в этот мир, как узнает? По любви между какая любовь? Божья. Если я говорю о любви, я говорю о любви, что Машиях Он живет в Олеге. И я смотрю через Машиеха на него. Я смотрю через Машиеха, который вложил мне любовь, потому что если Он меня прощает, насколько я должен прощать? Если Он меня любит, насколько я должен любить? Если Он мне помогает, насколько я должен помочь? Аллилуйя. И, знаете, то, что Слово Божие, я буду уже заканчивать, дорогие возлюбленные. Интересно, знаете, описывает восьмая глава Евангелия от Матвея о том, что было, знаете, теща кого? Петра, она заболела, да? Иисус приходит к ней и берет ее за руку. И жар уходит. Знаете, когда человек, когда он лежит в постели, когда он лежит в постели, и мы приходим, мы, знаете, боимся что-либо, знаете, даже в этот момент сказать. Мы смотрим глазами, знаете, на человека болящего, который, знаете, ну вот-вот что-то с ним произойдет. И, знаете, и наша такая, знаете, осторожность, знаете, ну что-то сказать. Иисус, он пришел к теще, потому что его сказали, заболела она, приди, пожалуйста. И он пришел к ней, и он сел в постели, взял ее за руку, чтобы поднять веру в ней. Вера, она поднимается, когда приходит исцеление. И она получила что? Получила освобождение, получила исцеление. Аминь. Она получила это. И это все произошло. Скажите, есть ли в этом радость или нет? Когда мы молимся в служении, мы говорим, Боже, давай, исцели, исцели, освободись, сделай что-то. И когда Бог делает, нам, у нас приходит какие-то моменты, что-то приходит как бы нормально, это уже Бог должен нам. Он я же верующий, Аллилуйя, Бог же. Ну, все, что он должен, он был, он уже дал. И вообще-то, знаете, это не был его долг. Он по любви и по милости к нам с вами дал нам Машеиха родиться, жить и умереть за нас. Он дал. Все, что нам нужно сегодня, это поверить, что мы есть ближние друг к другу своему. Поверить, что мы есть братья и сестры во Христе Машеихе. Аминь. И это есть правда. Когда мы будем смотреть друг на друга через призму Господа, через Его глаза вы будете видеть отношение любви. Вы будете видеть отношение Божие к нам друг к другу. И вы увидите, что наше служение, наша вера, она будет расти. Она будет расти. В яниях апостолов мы видим отношение любви, мы видим, как община растет, потому что Бог говорит, что делать. Он начал говорить через Святой Дух. Он начал говорить. Мы помним, как Петр открыл уста? И написано, что он исполнился силой Духа Святого. И он начал говорить. И Писание говорит, что не вы будете говорить, но я буду говорить через уста ваши. И когда он начал говорить, Слово Божие пришло, и они смотрят, смотрят на Него, говорят, Федор, скажи, что нам делать. Помним? Он говорит, покайтесь. Потому что отношения у них были, отношения Маши приехали. Они представили, насколько Иешуа был с ними, насколько он имел отношения с ними, насколько он даже терпел. Я бы подумал, как бы меня вытерпел Иешуа с моими капризами, с моими недовольствием, недовольствием, как бы он вообще выдержал меня? Как он выдержал меня? Но он каждого выдержал, каждого вместил в любви. И помню, что как он молится, говорит, Господь, спасибо Тебе, спасибо Тебе, которых Ты дал мне. Ты дал мне. Я не молюсь о всем мире, но только о тех, которых Ты мне дал. Я молюсь о них, чтобы они были такими же, как я с тобою, чтобы они были между... Он показывает отношения, он показывает, какое было отношение сына к отцу, какое было отношение, и он говорит, я желаю, чтобы они также были в этом отношении. И в этом есть залог Божий. Без отношений, без всего, что мы можем. у нас нет возможности иметь, знаете, излияние силы Духа. Потому что мы не будем слышать. И в заключении я прочитаю это Писание, которое я верю, что оно ободряет нас. Ободрит, и оно меня всегда ободряет. Первая глава. Шестой стих. по этой причине понимаю тебя, возогревая дар Божий, который в тебе через чье мое рукоположение было тебе. Все. Возогревай. Принимай. Принимай, потому что Бог заботится о нас всех, которые дают это отношение. И то, что я читал немножко раньше о том, что не будьте поспешны возложением рук. Молите, чтобы Бог говорил через свое Писание, через Дух Святой, говорил вам, чтобы вам открывал. И, дорогие мои, не обижайтесь, если за вас не помолятся. Пожалуйста. Мы так дуемся, когда за нас не помолятся. А что он не видел, что я нуждался. Да, нуждался. Честно, тебе нуждался. Знаешь, в чем? В покаянии. Почему? Если уже обижаемся на то, что не произошло, это ну, нельзя так делать. И поэтому слава Господу, что мы находимся в Божьем Слове, в Божьем поддержке. И я призываю вас, знаете, к отношению. Молитесь за ваших суждений, поддерживайте. Поддерживайте вы служение, которое Бог открывает, потому что есть в этом залог Божьего отношения. это залог Божьей любви. И поверьте, что для них это нужно. Нужно. Для каждого из нас нужно это. Когда мы имеем поддержку, когда нам подают руку, когда нам не дают руку найти с ненавистью. нежеланием, когда дают, и мы это переживаем, и мы говорим, Боже, спасибо тебе. У нас еще больше отношения на эти Божьей любви, еще больше они крепчают. И говорит, Писание Божие говорит, что особо позаботьтесь и помогайте своим по как сегодня в этом всем нуждаются. Нуждаемся мы сами, но мы те, которые имеем отношение с Богом, мы те, которые имеем Ишу от своей жизни, потому что мы имеем великолепнейшего друга, великолепнейшего отношения, но Он дает нам силы друг в друге. Если мы будем светом, то этот свет будет сиять и он будет действовать через нашу жизнь, через наши отношения и в этом мире люди они ожидают, они ожидают этой любви, они ожидают этого отношения Божьего через Ишуа Маши они нуждаются принятия Ему. Они слышат, но не знают Его. Мы посланники Божьи, дорогие мои. Мы те, которых Он приобрел на Себя. Он тот, который молился за нас всех и говорит, это те, которых Ты дал Мне. Мы возлюблены. Когда я тебя живу, подними трубочку, набери, набери к своему лидеру, к своему брату и сестре, который покажи, я нуждаюсь. Мы не будем спрашивать, и не спрашивать ничего, что только произошло с тобой, начни молиться в этот момент, вдвоем, там, где вас двое или трое, там, среди вас Господь. Это то, что увидел Моисей, он увидел победу божью, победу божью, и в этом есть слово и слава божью. Субтитры Субтитры Субтитры